Не курите и не пейте, лучше не начинать. Во-первых, я перестала бояться пациентов с опухольми головы шеи. Надо просто дважды в день чистить зубы и открывать рот самому себе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Придя в интернатуру в онкодиспансер, я очень боялась именно эту патологию опухоли головы шеи, потому что я не понимала этих пациентов. Это особая категория чаще всего граждан, своеобразная очень. И это не абдоминальная хирургия, которая в основном занималась в институтские годы и на практиках, на всевозможные. В основном это пациенты, которые страдают хроническим алкоголизмом, честные, откровенно, потому что опухоли горта на глотке, опухоли полости рта. Это основной фактор возникновения их – это курение алкоголя. И сочетание этих факторов. Это раз. Во-вторых, опухоли полости рта – это видимая локализация, в общем-то. И, наверное, надо просто дважды в день чистить зубы и открывать рот самому себе, и можно что-то увидеть достаточно рано. Но, тем не менее, это уже поздно, как ни странно. Опухоли полости рта, они очень быстро дают метастазы, потому что здесь лимфообращение, кровообращение, они очень выражены, значимы. И, соответственно, даже если опухоль меньше сантиметра, первичная опухоль, но есть хотя бы один лимфатический узел, это уже далеко не первая и не вторая стадия заболевания. Вот. Это агрессивно очень опухоли. Ну и плюс категория, чем наши пациенты особенно, тем, что, конечно же, мы им предлагаем лечение, а вариантов лечения сейчас достаточно много разных. В любом случае это инвалидизация пациента. В любом случае. И наши пациенты, они должны это понимать и идти на операцию, ту, которую мы сделаем осознанно, абсолютно осознанно. То есть они должны понимать, что как минимум какое-то время не разговаривать, не глотать самостоятельно. Мы питаемся через зонт, дышать не через трахеостому, не через естественные дыхательные пути. Это очень тяжело морально. А потом многие из них остаются. То есть кому-то мы зонды убираем, а кто-то пожизненно с зондом остается. Мы оперируем в полости рта, в гортане, в глотке, в гортаноглотке. Это такие переходные зоны дыхательных и пищеварительных, пищепроводных путей. И поэтому швы в этом месте, анастомозы в этом месте, они предусматривают однозначно зондовое кормление как минимум какое-то время. Но кто-то пожизненно остаётся с зондами. Всё зависит от стадии. Если это начальная стадия, то мы и не стараемся сделать человека инвалидом. Есть определённые показания к хирургическому лечению и к хирургическому этапу лечения. Начальные стадии мы стараемся консервативно вести. Для этого у нас создан консилиум на догоспитальном этапе. И мы коллегиально с химиотерапевтом, с лучевым терапевтом и с хирургом в лице меня или в лице моих коллег кто-то приходит. И мы коллегиально решаем по поводу каждого конкретного пациента с каждым конкретным диагнозом. Что с ним делать и как лучше в данном конкретном случае поступить. Если это не операция, то это химио-лучевое лечение или индукционная химиотерапия с последующей лучевой терапией или с последующей операцией. Его ждёт ужасный ужас, и мы будем его всячески спасать, когда он придёт к нам в тяжёлом состоянии. Мы не дадим ему погибнуть сразу. Во-первых, это боли. Во-вторых, это огромные распадающиеся опухоли в полости рта или где-то в гортане, в гортаноглотке, в глотке. Это интоксикация, то есть отравление организма токсинами опухоли. И это неприятный запах для сожителей, для близких. В конце концов, это кровотечение из опухолевых сосудов. Это массивное очень кровотечение. И это, если касается дела гортана, глотки гортани, это стенозы. То есть человек не может дышать, потому что опухоль растёт в просвет гортани. То есть нехватка воздуха в любом случае пациент оказывается у нас в диспансере с мольбой о помощи. К сожалению, радикально вылечить мы его не сможем уже, но мы обязаны наложить трахеостому, то есть оккупировать эту дыхательную недостаточность. Остановить кровотечение. Слава богу, у нас есть методики эмболизации опухолевых сосудов. Наши коллеги рентгенхирурги нам очень активно в этом помогают. Погибнуть не дадим. Но, к сожалению, излечить тоже пациент будет умирать от опухоли, от интоксикации. Стандартная УЗИ диагностика – это первое, что обязательно в стандарт обследования пациентов с опухолемой головы шеи входят УЗИ лимфатических узлов, компьютерная томография шеи и лорорганов. И, в общем-то, сочетание этих методик позволяет нам подтвердить или опровергнуть наличие метастазов. Плюс верификация этих метастазов. Цитологическая на догоспитальном уровне. И если речь идёт об операции, то во время операции мы очень часто делаем лимфодиссекцию, то есть удаляем всю клетчатку с лимфоузлами на шее с двух сторон с профилактической целью. Даже если нет метастазов, то это называется профилактическая лимфодиссекция. Или лечебная, если метастазы есть. Почему мы делаем профилактическую лимфодиссекцию? Потому что опухоли лорорганов, полости рта, дают метастазы очень часто. В 40% случаев они не определенные на дополнительных методах исследования, на УЗИ, на КТ. Но по факту оказывается в 40% случаев. То есть, соответственно, если даже опухоль небольшая, то стадия, сами понимаете, при наличии метастазов лимфоузлы, если в два и более лимфоузла есть метастазы, то это четвёртая стадия на минуточку. Ну и тенденция такая уже в онкологии головы и шеи к реконструкции. Не к отсроченной, как было до того, а вот как-то одномоментная реконструкция, говорилось на всех конференциях в Москве. Начало звучать слово микрохирургия. Профессор Решетов. Потом он академиком стал. Ну, мы вот как-то задумались и решили двигаться, попробовать двигаться в этом направлении. К тому же, что наш чудесный главный врач, он не просто не препятствует, он очень даже одобряет вот эти все движения, прогресс, развитие. Вот, у нас появился микроскоп, и мы решили, решились. Мы выбрали пациента. Это должен был быть пациент исключительно с опухолью языка, который попроще можно было бы удалить. Резекция языка без ткани дна, полости рта, без нижней челюсти – это несколько проще, чем с этими структурами. Соответственно, сам хирургический этап, он более быстрый, чем если с этими структурами. Была обширная опухоль, которая, она циркулярная, то есть она со всех сторон охватывает пищевод. То есть такие пациенты с опухолью именно горта, анаглотки, с распространением дальше на шейный отдел пищевода, не встречаются, но чаще всего это передняя или боковая стенка. То есть когда мы можем оставить часть пищевода, да, и ушить его своими же тканями, не занимаясь вот этой реконструкцией. Здесь было тотальное поражение и горта на глотке, и вниз пищевода. То есть пришлось на всем протяжении удалить, где-то 10 сантиметров. Ну, такая операция, она у нас первая была сделана, потому что раньше таких пациентов просто мы удаляли, пищевод и не занимались реконструкцией, потому что здесь восполнить утраченный орган, да, пищевод, можно только с помощью привнесённых тканей из других частей. То есть либо это кишечник, да, либо это вот кожа, свёрнутая в виде пищевода, да, нового, с предплечья, либо с бедра. У нас был микроскоп и были нити нужного размера, нужного количества нулей, потому что на этих операциях используются нити 8 и 10, ну или они тоньше волоса, и вот можно даже не видеть невооружённым взглядом, такие они тоненькие. А инструментов у нас особо не было, и мы пользовались подручными средствами, ну вот попросили, я просила часть инструментов у сосудистых хирургов в областной больнице, нам вот самые маленькие клипсы давали. Мы просили у теракальных хирургов их инструмент деликатный, потому что тогда уже начали заниматься какими-то реконструкциями, наверное, молочной железы минимально. Это были такие первые три операции, они как-то были успешны, и мы очень сами удивлялись тому, как так. А где же все эти проблемы, а где же все эти осложнения послеоперационные? Ну, потом всё началось, конечно, не без этого. Очень много было осложнений, и иногда руки опускались. Но интерес и каждый успех, он такой кайф испытываешь. Да, в очередной раз вот женщину с пищеводом увидела, у неё там свищ заживает, и это так приятно. Скоро она будет кушать, как хотела, через рот. Интересно то, что это участок кожи с предплечья, это аутотрансплантат так называемый, и он сформирован в виде трубочки, грубо говоря, как участок пищевода, как шейный отдел пищевода. И он анастомозирует с глоткой и с пищеводом непосредственно. Вот. И если ещё раньше мы даже не предполагали о том, что такие люди смогли бы кушать через рот, и пожизненно им приходится питаться через эзофагостомы, это когда пищевод выводится на шею, и туда вставляется зонд. Или через гастростомы, это когда делается отверстие в желудке, и туда вставляется трубочка. Пожизненно, представляете, а людям 50 лет, 40 лет, они излечены, можно сказать, от рака. И... 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 Ходите к стоматологу, пожалуйста, лечите зубки. Да, у нас есть замечательные стоматологи в городе Экологии практически, ну, не со всеми, но с многими стоматологами. Я знакома лично, очень многие обращаются, обращаются за помощью, когда к ним приходят пациенты. Они... Сейчас стоматологи осматривают слизистую полость рта, лор-врачи осматривают гортани. У них потихонечку появляется возможность эндоскопии гортани, как рутинной методики. В нашем диспансере мы уже давным-давно забыли про зеркала, про горелку. Мы используем видеоэндоскопию для осмотра лор-органов. К сожалению, наши коллеги лор-врачи пока рутинно этим не пользуются, но очень хотелось бы. Тогда мы сможем выявлять рак гортани на первой стадии и предлагать очень хорошие способы лечения, органно-сохранные. И не надо будет голова отдельно от туловища, голосовой протез и так далее. У нас есть возможности лечения первой стадии рака гортани, эндоларингеальной хирургии. У нас прям куча возможностей всяких. Что касается стоматологов и полости рта. Если выявить рак полости рта на первой стадии, или еще лучше предрак, лейкоплакеи всевозможные, лечить их, опять же, экономными резекциями слизистой, опять же, при помощи того же лазера. Тоже чудесно очень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова